В Москве сегодня собрались люди, для которых главной страстью в жизни является скорость. Само средство передвижения при этом может быть любым. От мотоцикла до гоночной яхты. На открытии выставки, где от экспорта, по прямому смысле слова, захватывает дух, побывал Максим Прихода. На поворотах только и успеваешь, что дергать ручник и переключать передачи. Но вот где еще можно почувствовать себя пилотом Формулы-1 и прокатиться по Сочи? Чтобы понять, насколько все реалистично, достаточно всего лишь один раз. Повернуть не туда. Но реальные машины на Моторспорт-Экспо привлекают куда больше внимания. Здесь около 150 единиц техники. Автомобили, мотоциклы, лодки, вертолеты. В общем, все, что может быстро перемещаться в пространстве. Основная идея – показать, что русские не только любят быструю езду, но и умеют гонять профессионально. Молодые российские спортсмены занимают призовые места в топовых мировых чемпионатах. А конструкторские решения позволяют ставить новые рекорды. Мы делаем мотоцикл легче, мы делаем его более управляемым, маневренным, быстрым. Все делается под пилота. В четырехколесном сегменте на фоне многочисленных Ламборгини, Феррари и прочих Бугатти выделяются эти ребята. На своих ярких машинах они предпочитают ездить по дороге боком. Для них в приоритете не скорость, а красочное шоу. Дым, виск, колеса и красивые девушки. Екатерину занесло сюда семь лет назад. С тех пор она выбирает все более крутые виражи. Когда только выезжаешь, страшно. Я смотрю большими испуганными глазами на организаторов. Потом ты выезжаешь, разгоняешься, дергаешь ручник. Все страхи пропадают, отпускают. На Модорспорт Экспо есть и настоящие легенды. Вот, например, гоночный Харли Дэвидсон 1929 года. Он до сих пор на ходу. А здесь рекордсмен середины прошлого века Харьков-ЛЗ. На нем в 60-е установили несколько всесоюзных рекордов скорости аж в шести разных категориях. Шоссейные, раллийные, для пересеченной местности. Глядя на некоторые экспонаты, становится ясно, проехать можно где угодно, были бы колеса. Этому гиганту не страшны ни пески Сахары, ни палящее солнце Аргентины, ни ветры Средней Азии. В минувшем году легендарная команда КамАЗ-Мастер на таком грузовике выиграла одну из самых сложных гонок современности. Шелковый путь, 10 тысяч километров. Условия спартанские, комплектация минимальная. В огромном кузове лишь самое необходимое. Это канистры с бензином, система охлаждения и ящик с инструментами. Легендарные автомобили, передовые технологии, лучшие бренды, выступления чемпионов. Это раньше кому-то могло показаться, что российский гоночный спорт куда-то катится. Здесь, на Моторспорт Экспо, ясно всем, он уверенно держит дорогу и стабильно набирает обороты. Максим Приход, Анастасия Успенская, Альфред Оя и Евгений Кирколенко, РЕН-ТВ.